Здравствуйте, мои дорогие любители видеоигр! Неделя подошла к концу, но прежде чем грустить о завтрашнем выходе на работу или на учёбу, необходимо посмотреть наш выпуск игровых новостей. А посмотреть есть на что. Разработчики Genshin Impact раскрыли дату релиза своей новой игры, озвучка Dead Space Remake идёт полным ходом, а игры Supercell заблокировали в России. В общем, наливайте себе зелёного чаю, пожарьте оладушек, подпишитесь на канал со всеми уведомлениями, поставьте лайк и перейдите в наши соцсети по ссылкам в описании и первом комментарии под видео. CCP Games объявила, что ей удалось привлечь финансирование в размере 40 миллионов американских долларов от внешних партнёров, таких как Nexon, Bitcraft, Hashed, Kingsway Capital, MakesFund и других. Деньги пойдут на разработку ААА игры во вселенной EVE Online, основанной на технологии блокчейн. Видение CCP Games с момента её основания всегда заключалось в том, чтобы создавать виртуальные миры более значимые, чем реальная жизнь, сказал генеральный директор исландской компании Хильмар Петерсон. Как отмечает CCP Games, её многолетний опыт и новые технологии позволят создать для игроков уникальные возможности по взаимодействию с виртуальным миром. Деталей грядущего проекта CCP Games раскрывать не стала. Да, хайп блокчейна спал больше года назад, а некоторые разработчики так и не поняли. Ubisoft LaForge представила ей инструментарий под названием Ghostwriter. Компания будет использовать его при создании диалогов, монологов и реплик для неигровых персонажей, при помощи которых они будут реагировать на действия игрока. Сценарист может проверить, а затем отредактировать работу Ghostwriter, отметив наиболее удачные варианты генерированных реплик, тем самым помогая нейронной сети учиться и развиваться. Вместо того, чтобы самим писать первые черновые версии, Ghostwriter позволяет сценаристам выбирать и дорабатывать созданные искусственным интеллектом варианты, объясняет создатель Ghostwriter Бен Свонсон. Ubisoft утверждает, что будет использовать ИИ для выполнения повторяющихся задач, тем самым освободив время сотрудников, которое они смогут потратить на работу над другими основными элементами игры. Однако комментаторы под роликом считают, что Ubisoft просто понемногу начинает вытеснять людей. Это определенно сэкономит время сценаристам, которое понадобится им для поиска другой работы. Ubisoft действительно заботится о цене своих акций. Мы нашли способ сделать персонажей еще более безжизненными. Представьте, что вы публично объявляете, что ваша студия стала ленивой и только что уволила 75% команды сценаристов. Это только Ubisoft могла додуматься хвастаться таким бездушным инструментом. Руководство компании настолько прогнило, что не замечает таких очевидных вещей. Это лишь некоторые из комментариев. А вы что думаете на эту тему? Актер озвучания Тони Тодд, подаривший голос персонажам Call of Duty Black Ops 2, Layers of Fear 2, Half-Life Alyx, Back 4 Blood, а также известные пароли в фильме Candyman, сообщил, что вскоре его можно будет услышать в новой игре от Insomniac Games. Он исполнит роль Венома. Тодд ответил на вопрос фаната и упомянул месяц выхода Spider-Man 2, назвав время проведения масштабной рекламной кампании. Похоже, в сентябре масштабное продвижение начнется в августе. Реклама начнет появляться в августе, как мне сказали, следите за новостями и затаите дыхание. Понятно, что сообщение не является официальным анонсом от студии Sony, но актер явно знает, когда игра появится на рынке. Вполне вероятно, что кто-то из актеров озвучания будет вовлечен в маркетинговую кампанию, рассказывая в прессе о своих впечатлениях от работы над второй частью приключений Человека-паука. Spider-Man 2 может выйти в одно время со Starfield, запланированной на 6 сентября 2023 года, и немного отвлечет внимание от игры для Xbox Series X и S и ПК, несмотря на релизы на разных платформах. Филу Спенсеру снова не повезло. Полтора года игры не было, а когда выходит настоящая бомба Starfield, оказывается, что у PlayStation уже есть ответка. Студия локализации Mechanics VoiceOver, которая сейчас работает над Dead Space Remake, представила записи рабочего процесса. В ролике Mechanics VoiceOver можно увидеть знакомые лица. У нас еще осталось много материала с прошлого года, однако решили вас побаловать наиболее актуальным контентом, а именно первыми записями по Dead Space. Сегодня вы увидите Анну Киселеву, Рамилю Искандер, она озвучивала Кендру в оригинале 2008 года, Валерия Старожика и Жанну Никонову. Дату релиза русской озвучки ремейка Dead Space в посте не уточнили. Желаем Mechanics VoiceOver удачи, и очень ждем, когда полная локализация игры будет доступна для всех. Разработчик Resident Evil 4 HD Project поделился новостями сообществом. Как оказалось, ему удалось получить работу в Night Dive Studios, пока Альберт не уточнил, что именно будет делать на новой работе. Студия известна по многочисленным портам, HD-ремастерам и тем, что много лет пытается выпустить ремейк System Shock. Альберт планирует сделать летом патч для Resident Evil 4 HD Project. Сейчас у него ноль свободного времени и тонны кофе в венах. Одновременно он работает и учится. Побольше бы таких мододелов, а особенно игровых студий, которые готовы брать энтузиастов на работу. Журналисты GameSpot выпустили 11-минутное видео, демонстрирующее игровой процесс Souls-like Lies of P. На кадрах показана пока версия игры, которую авторы привезли на GDC 2023, поэтому качество финальной версии может измениться. Разработчики обещают захватывающий нелинейный сюжет, мрачный мир и продвинутую боевую систему. Игроки смогут не только сочетать различные типы оружия, но также менять части тела главного героя, делая его более быстрым, выносливым или наделяя новыми умениями. Что касается показанного геймплея, игра кажется очень атмосферной, а боевка типична для Платборна. Релиз Lies of P.E. должен состояться в августе, но более точные сроки авторы не называют. Играть в видеоигры — это, конечно, весело и полезно, но в развлечениях необходимо разнообразие, поэтому иногда можно и фильмы посмотреть или в музей сходить. Но лучше открыть какую-нибудь увлекательную книгу и с головой погрузиться в интереснейший сюжет, забывая обо всех проблемах за пределами комнаты. И для этого отлично подойдет книга от популярной китайской писательницы Тянься Гуян «Восхождение фениксов». Открыв эту книгу, вы окунетесь в атмосферу древнего Китая с его пленительными пейзажами и роскошными пагодами. Окажетесь в центре дворцовых интриг и примите участие в кровавой схватке за трон. Кому подойдет эта книга? Тем, кому нравится китайская культура и все, что с ней связано. Тем, кто любит динамичный сюжет, в котором каждый герой готов пойти на все ради власти. Тем, кто давно хотел увидеть новую игру престолов, но в сеттинге древнего Китая. Но и это еще не все. Помимо отлично переданной китайской культуры и отлично прописанного сюжета, вас ожидают цветные вклейки с персонажами в традиционных китайских костюмах на мелованной бумаге и запечатанной форзации. А заказать «Восхождение фениксов» можно только в интернет-магазине «Читай-город». У интернет-магазина «Читай-город» есть много плюсов. Но главное – это доставка по всей России. Можно заказать книгу на сайте и оформить бесплатную доставку в ближайший магазин «Читай-город». Либо заказать доставку в пункт выдачи. Выгодная система лояльности. 20% кэшбэк с первого заказа. До 15% возвращается бонусами с каждой покупки. Один бонус равно 1 рубль. Следующие покупки можно оплачивать бонусными рублями. А по промокоду DLC23 можно приобрести книги интернет-магазина со скидкой 23%. Срок действия промокода – до 9 апреля. Промокод действует на все книги, кроме предзаказа и некоторых исключений. Не суммируется с другими скидками. «Восхождение фениксов» продается по специальной цене и не попадает под действие промокода. Заказать «Восхождение фениксов» и другие уникальные книги можно по ссылочке в описании. В последнем письме акционерам Bluebird Team заявила, что хоррор Layers of Fear был крайне успешен. Более того, польская студия получает бесценный опыт при работе над ремейком Silent Hill 2. А главное – уверенность в своих силах, которая позволит ей в будущем браться за более смелые и необычные проекты в жанре хоррора, способные конкурировать с Resident Evil и той же самой Silent Hill. Согласно отчёту компании, обе части Layers of Fear смогли привлечь более 12 миллионов игроков. Это число определённо увеличится с выходом третьей части, которая станет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X и S в июне этого года. Ну что ж, за последнее время свет увидела немало крутых сурвайвл-хорроров. The Calista Protocol, Dead Space Remake, Resident Evil 4 Remake. Но в целом их выходит не так много, так что новый игрок на рынке – это круто. Кроме того, в разговоре с PAP Business исполнительный директор Bluebird Team Пётр Бабиена заявил, что ремейк Silent Hill 2 технически готов. Это не значит, что игра закончена, но мы близки к этому. Однако вопрос графика релиза лежит на наших партнёрах. То, какой будет рекламная кампания и когда именно состоится релиз игры, зависит не от нас. Игра будет консольным эксклюзивом PlayStation 5, а также появится на персональных компьютерах. Издательство Konami заверило, что творческий руководитель оригинальной серии Silent Hill Масахира Ито и композитор Акира Ямаока также участвует в разработке ремейка. Ну что ж, видимо в индустрии наступила эра ремейков классических хорроров. Что думаете об этом? Ждём вас в комментариях. Компания Supercell, авторы различных мобильных игр, пользующихся популярностью у подростков и маленьких детей, решили полностью запретить доступ к своим проектам для жителей России и Беларуси до конца весны 2023 года. Ранее Supercell уже заблокировала в РФ и РБ Clash of Clans, а за попытки обходить введённые ограничения при помощи VPN перманентно банила учётные записи пользователей. Компания заявила, что это решение было принято в качестве санкций против российских игроков. Даааа, жалко, конечно, этих пятиклассников. Глава разработки Redfall, Харви Смит, в разговоре с Еврогеймер заявил, что Arkane сейчас активно работает над тем, чтобы избавить кооперативный экшен от необходимости постоянного подключения к сети, даже при игре в одиночном режиме. Студия услышала критику игрового сообщества. «Мы уже начали работу по решению этой проблемы в будущем. Нам нужно реализовать шифрование сохранений и проделать кучу работы с пользовательским интерфейсом». Однако Смит не стал обещать, что разработчики успеют всё доделать к релизу игры, запланированному на 2 мая. Смит также объяснил, что постоянное подключение к сети в игре без микротранзакций нужно для отслеживания действий игроков и сбора данных. Например, если игроки слишком часто падают с лестницы в определённом месте, разработчики видят это и могут оперативно исправить проблему. «На это есть причины, и они не коварны», — уверяет Смит. «Ну а мы охотно верим». Некоторое время в сообществе курсировали слухи о новой версии Counter-Strike Global Offensive. И вот Valve наконец представила Counter-Strike 2 на движке Source 2. Почти сразу после анонса началось бета-тестирование для некоторых игроков. Критерии отбора неизвестны. Так что же кроме движка поменялось в игре? Во-первых, теперь в игре гораздо более отзывчивый дым. Используются динамические объёмные частицы, реагирующие на выстрелы, взрывы и свет. Обратили внимание на то, что передвижение, стрельба и броски больше не зависят от частоты обновления сервера. Знакомые карты похорошеют в Counter-Strike 2. Многочисленные предметы тоже. Обещает перенести все предметы из CS GO. Для некоторых раскрасок обещает новые модели высокого качества. Также улучшили интерфейс, визуальные эффекты, а ещё переработали звуки. Они лучше передают окружение, более различимые и дают больше информации. Мы также поработали над их балансом, чтобы игра звучала как можно приятнее. Релиз Counter-Strike 2 запланирован на лето 2023 года. Однако спустя несколько дней после начала теста бета-версия оказалась на торрентах. Доступа к серверам тут нет, зато любой желающий может поиграть с ботами. Уточню, это не реклама пиратства. В недавнем отчёте Remedy Entertainment представила инфографику, отражающую состояние проектов компании. Control 2 находится на стадии проверки концепции. Codename Condor, мультиплеерный проект по вселенной Control, на стадии проверки концепции. Над Alan Wake 2 ведётся полноценное производство. Codename Vanguard, мобильный шутер, который разрабатывается совместно с китайской компанией Tencent, находится на стадии проверки концепции, как и ремейки Max Payne 1 и 2. Обидно, конечно, что после Alan Wake 2 придётся долго ждать игр от финских разработчиков. Но ремейки первых Max Payne того стоят. А ждёте ли их вы? Порталу Polygon удалось поговорить со старшим вице-президентом игрового подразделения Paramount Global Дагом Розеном и выяснить, что компания работает над мрачной RPG по мотивам комикса Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin и вдохновлённую God of War. Масштабы игры, по словам вице-президента, сравнимы с играми этой серии. Когда большинство игр во вселенной Черепашек-ниндзя заточены под кооперативное прохождение и позволяют играть за всех четверых черепашек, или их друзей вроде Эйпрелонилы и Кейси Джонса, The Last Ronin будет строго одиночной игрой. Однако Розен отметил, что за других персонажей всё же можно будет поиграть во флэшбеках. В центре сюжета The Last Ronin оказывается один из черепашек-ниндзя в чёрной маске, использующий в бою все четыре оружия черепашек. Нунчаки, Сай, Посох Бо и Катаны. Только в конце первого номера комикса выяснилось, что загадочной черепашкой в маске является Микеланджело. Остальные черепашки и Сплинтер были убиты кланом Фуд, вынудив Микеланджело встать на пути мести. Над пока безымянным ААА-проектом работает неизвестная студия. Релиз игры состоится через несколько лет, а вот первыми деталями разработчики начнут делиться в ближайшие месяцы. Блогер Флёрды выпустил видео, в котором с помощью модификаций кардинально изменил перспективу камеры в Mass Effect 3. Для создания необычного эффекта использовались инструменты, расширяющие доступные опции. В результате знаменитая игра изменилась до неузнаваемости. Цитадели и станции Омега больше похожи на диораму с маленькими фигурками. Огромные здания кажутся меньше, а миниатюрные модели персонажей перемещаются по карте. Как и в других проектах Флёрды, ключевую роль играют инструменты модификации камеры от Франца Бума, которые специализируются на такого рода проектах. Кроме этого, используется техника Tilt Shift, то есть смещение оптической оси, создающая характерный вид миниатюры. Это не первый проект подобного плана. Автор создал множество других материалов в похожем стиле. Например, Elden Ring, ремейк Dead Space, GTA V, Fallout 4 и Assassin's Creed Valhalla. The Lord of the Rings Gollum выйдет 25 мая. Это официальная информация, которой поделилась Daydalic Entertainment и Nacon. Игра появится на Xbox One, Xbox Series X и S, PS4, PS5 и персональных компьютерах в Steam и Epic Games Store. Официальное описание игры гласит «Отправляйтесь в путешествие с Gollum, чтобы найти единственную дорогую ему вещь». Он хитрый и умелый, но его раздирает противоречие. Одно создание, две личности. Выбор за вами. Моя прелесть. Epic Games продемонстрировала возможности Unreal Engine версии 5.2. Во время конференции GDC 2023 компания продемонстрировала ролик, в котором грузовик Rivian R1T прокладывает путь через реалистичное окружение, густо усеянное деревьями и пышной растительностью. Мир создан с помощью инструмента Quixel Megascans, а крутые скалистые образования с помощью Quixel Mega Assemblies. В материале в реальном времени представители Epic продемонстрировали новую систему затенения Substrate, которая дает художникам свободу в составлении и наложении различных моделей затенения для достижения уровней достоверности и качества. Ранее в реальном времени это было невозможно. Цифровой рендеринг реалистично деформирует шины при прохождении камней и корней, точно передает работу независимой пневматической подвески, когда грузовик проносится через брызги грязи и лужи, с реалистичным моделированием жидкости и рендерингом воды. Во время презентации показали большой открытый мир, который подготовлен с помощью процедурных инструментов. Художники сделали небольшой кусочек локации, остальное воссоздано автоматически. Epic исследует возможности процедурной генерации контента, который разработчики смогут использовать для реализации и заселения огромных территорий, руководствуясь правилами и выбранными параметрами. Компания отметила, что разработчики предоставят простое и беспроблемное ручное размещение элементов. Epic Games хочет предоставить разработчикам инструменты для реализации собственных проектов на основе Fortnite. Unreal Editor доступен всем желающим с широкими возможностями. Unreal Editor for Fortnite — новое приложение для ПК, предназначено для проектирования, разработки и публикации игр и других типов элементов непосредственно в Fortnite. В вашем распоряжении множество мощных инструментов и рабочих процессов, знакомых по Unreal Engine 5, включая функцию импорта пользовательских активов, функцию моделирования, различные типы материалов, VFX эффекты, редактор-секвенсор и систему Control Rig. Огромный выбор возможностей позволит вам создавать Fortnite игры и элементы, которыми смогут наслаждаться миллионы игроков. Unreal Editor превращает Fortnite в производственную платформу, которую можно сравнить, например, с Roblox. Разработчики смогут публиковать свои проекты прямо в игре и охватить миллионы игроков по всему миру, которые играют в самую популярную королевскую битву. Unreal Editor для Fortnite находится в стадии бета-тестирования, но инструменты будут развивать и совершенствовать. Разработчики, работающие на движке Unreal Engine, найдут в UEFN много знакомых технологий. В интервью The Jonathan Ross Show Белла Рамзи отметила, что съемки второго сезона, скорее всего, начнутся ближе к концу года. «Я думаю, что мы, вероятно, начнем снимать в конце этого года, начале следующего. Новые эпизоды будут выходить, вероятно, к концу 2024-го, началу 2025-го года». Недавно в отношении второго сезона The Last of Us шоураннер Крейг Мазин заявил, что телевидения хватит более, чем на сезон. Похоже, подразумевается вероятность выхода дополнительных сезонов после второго. Напомним, недавно сценарист и вице-президент студии Naughty Dog Нил Дракман опубликовал в Твиттере изображение с мускулистой рукой, намекая на продолжение шоу. Ждем или проклинаем? Тарсио Студиос больше не будет развивать бренд Little Nightmare. Разработчики опубликовали изображение, которое готовит игроков к презентации новой интеллектуальной собственности. Это первая игра, разработанная после приобретения компании. Тарсио Студиос выпустила первый арт, на котором можно увидеть лодку в море и огромный остров перед ней. Похоже, презентация нового проекта не за горами. Студия Build a Rocket Boy, основанная одним из создателей GTA и бывшим президентом Rockstar Лесли Бензисом, представила Mind's Eye. Это приключенческий экшен, который будет частью Everywhere. Особо деталями о новом проекте никто не делился, но игрокам обещают лихой боевик с могущественными корпорациями, теориями заговоров и зловещими новыми технологиями. Про Everywhere тоже толком ничего не известно, но автор уверяет, что это будет новая платформа, которая предложит мир бесконечных возможностей, где вы можете быть кем угодно и прокладывать свой собственный путь. Игроки смогут воевать друг с другом, заниматься строительством и исследовать целые миры. В общем, AAA Roblox для искушенных геймеров. Участники ранней беты Diablo 4 жаловались не только на различные технические огрехи игры, но также на однообразные подземелья, по которым им приходилось бегать. Однако руководитель разработки проекта Джо Шелли поспешил объяснить в интервью NME, что однообразие было нарочитым. Бета ограничена одной областью игрового мира, в котором в общей сложности 5 зон. Игрокам доступна всего одна расколотые вершины. Всего в игре будет более 100 подземелий, большая часть из которых находится не на расколотых вершинах. По словам Шелли, в разных подземельях перед игроками будут стоять разные задачи, от убийства босса до решения головоломок. И для бета им пришлось ограничить число локаций, чтобы соединить их с игровым миром. Кроме того, в бете Диабло 4 боссов наказывают за то, что они убивают игроков. Сообщество заметило, что после убийства игрока боссы немножко ослабляют. Лаки Лучиано показывает принцип работы данной игровой механики. Сначала он сражается в Диабло 4 с боссом 18 уровня, но затем погибает. По какой-то причине, повторный раунд он проводит уже с боссом 17 уровня. Ранее Blizzard признали, что подкрутили для беты Диабло 4 дроп вещей. В бета-версии лут падал чаще, а вот о такой механике с ослаблением боссов не упоминали. В сети появился новый трейлер хоррора Fort Solis, разрабатываемого студиями Black Drakkar Games и Fallen Leaf при поддержке издательства Dia Villagers для ПК и PlayStation 5. Сюжет игры рассказывает об инженере Джеки Лири, отреагировавшим на дежурную тревогу марсианской базы Fort Solis. По прибытии на место, главный герой понимает, что все не совсем так, как могло показаться на первый взгляд, и команда станции исчезла не просто так. Ситуация достаточно быстро выходит из-под контроля, а разбушевавшаяся буря не дает Джеку покинуть станцию, чтобы спастись. Главные роли исполнили Роджер Кларк, Трой Бейкер и Джулия Браун. Недавно компания MiHoYo заявила, что релиз Hancock Star Rail запланирован на 26 апреля 2023 года. Проект выйдет на ПК, iOS и Android. В будущем ожидается релиз на PlayStation. У новинки есть страница в магазине с пониженной комиссией для разработчиков Epic Games Store. Hancock Star Rail является спин-оффом Hancock Impact 3rd, другой известной игры MiHoYo. Ну и под занавес наша традиционная рубрика «Цирк с тенями». С обновлением 1.09 для Elden Ring реализовали поддержку трассировки лучей на ПК и консолях нового поколения. Также патч содержит различные исправления багов и правки баланса. Трассировка лучей улучшает затенение, ray-traced ambient occlusion и тени. Сравнение Elden Ring с трассировкой лучей без показывает, что разница не так уж и велика в плане графики. Однако в плане производительности разница ощутима. Например, Elden Ring с трассировкой лучей на GeForce RTX 2070 Super работает не очень хорошо, сильно падает частота кадров. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Ждём исправлений. Похоже, у многих разработчиков это уже добрая традиция. Одним патчем портить, а патчем на патч фиксить, а патчем на патч патча немного улучшать. И на этом у нас всё. Поэтому сейчас самое время переместиться в комментариях и поделиться своим мнением об услышанных новостях. Конечно же, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и со всей силы бить в колокол. Оставайтесь с нами, дальше будет только интересно.